Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Припатч стартанул 24 июля. Несмотря на то, что имеется много различных новшеств полезных, также имеются и различные баги. Именно об этом поговорим в видосике. На прошлой неделе пробуждённым рейдом было хранилище воплощений. На текущей неделе все рейды уже пробуждены, так как стартанул припатч. По этой причине у нас есть право выбора викли квеста с целью получения половинки искры. Но по факту, даже если мы выключим аддон на автоскип квестов, мы всё равно автоматически получаем квест на пещеру Заролек, на портал времени, на получение ресурсов с налёта Ферака. Это первый баг. Мы должны выбирать виклик, но мы это сделать никак не можем. Не стоит раскидывать идеально персонажей на свои учётные записи. Суть в том, что по истечении кода определённого времени персонажи раскидаются рандомно вновь. Я выключил комп, поспал, на следующий день включил стрим, и мне пришлось вновь раскидывать персонажей. Очень весёлое занятие. У ваших персонажей теперь общий банк отряда. Это всё, конечно, круто, классно, нам показывают новшества в тот момент, когда мы впервые заходим в игру. Но это не работает. Мы даже делаем особый квестлайн с целью того, чтобы можно было в любой точке мира призвать этот банк отряда. Но чё толку с этих квестов, зачем их вообще делать, если на текущий момент это просто-напросто не работает. Нам показывают новинку, но не дают ей пользоваться. Внимательно смотрим на красный таймер. Внимательно смотрим на никнейм персонажа. В 38 минут я регнул ЛФР-чеки. И в 45 мне пришлось сделать это повторно. Просто-напросто по той причине, что реги слетели. Сами по себе. Где ЛФР-ные реги слетают. И это баг. Нереально огромные надписи. Когда мы кликаем правой кнопкой по персонажу. Когда мы жмём Escape. Когда мы открываем управление рейда. С целью того, чтобы дать арчей или посмотреть группы. Очень большие кнопки. Крайне непривычно. Локалки на голду. Неплохой способ голдфарма. Но если открыть равнины Анары. Прилететь в правый нижний угол. И начать фармить стейки. То мы можем не увидеть мобов. Но в тот момент, когда мы меняем слой, мы можем их увидеть. Компания Blizzard что-то сделала со слоями. Какие-то мобы появляются. Какие-то не появляются. Это было замечено здесь. Возможно, это где-то есть ещё. И я думал, у Монаха имеется только три специализации. Мелевард. Качь туманов. Танцующий с ветром. Оказывается, начиная с припатча появилась четвёртая специализация. Неистовство. Если внимательно глянуть на модельку Монаха, то мы можем увидеть две двуручки. Два артефактных посоха, которые находятся на персонаже. В конце мая я стримил Альфу. Вместе с вами на стриме мы юзали различных маунтов. Вы мне писали их названия. Я их призывал. Мы чекали скелет этого маунта. Мы чекали, как он ведёт себя при нажатии различных кнопочек, при каком-либо ускорении. Это было интересно. В тот момент, когда мы юзали какие-либо диски, персонаж вёл себя некорректно. И этот баг имеется в текущий момент. Персонаж просто ползает, парит по земле. Зелёные контуры, которые нереально режут глаз в тот момент, когда мы на магии используем кнопку телепортация. Баг текстур. Предпоследний босс в Эмердрасиле, Тиндрелл, имеет прекраснейший облик совы. И в тот момент, когда он перелетает с платформы на платформу, он может зависнуть в воздухе. А в этот момент ему нужно сбить щиток. Если вы не пробьёте щиток, он больно-больно ударит весь рейд. На полтора, на два миллиона. Пережить, конечно, можно, но сколько сейвов-то нужно нажать в целью того, чтобы всё это пережить. Само собой, это баг. Он должен быть на земле, и мы спокойно должны пробивать боссу щиток. Вот такие баги имеются на текущий момент в припатче. Межсерверный обмен уже включили. То, что маунты иногда теряют свойства скайрайдинга. Да, такое имеется. Но я лично у себя этого ни разу не видел. Я вчера пытался специально сто раз прожимать кнопку взлёта вверх, чтобы потерять это свойство. Ничего не получалось. И на стриме, постоянно летая на маунтах, тоже ни разу этого бага я не увидел. Если вы этот баг увидели, вы реально везунчик. На этом всё. Если у вас есть какие-то баги, которые вы заметили в тот момент, когда играли на припатче, дайте знать в комментариях. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.